Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Зачитаем Деяния апостолов с толкованием блаженного Феофилахта. Глава 16, стихи 1-3. Дошел он до деревьев и листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, у которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец Элин, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в листре и иконии. Его пожелал Павел взять с собою и, взяв, обрезал ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Элин. Прежде чем идти в другие города, посещай те, которые приняли уже Слово Божие. Так поступаем и мы, первых людей прежде наставляем, чтобы они не послужили препятствием для наставления последующих. Иудеи так пренебрегали законом, что своих дочерей выдавали за Элина и женились на Элинах. Достойно великого удивления мудрость Павла. Он, который так ратовал против обрезания язычников, и который давал толчок всему, пока не решили вопросом, обрезал своего ученика. Он не только другим не запрещал этого, но даже сам делает это. В каждом деле он имел в виду пользу и ничего не делал без цели. И тому нужно удивляться. Слава Иисусу Христу! Проверяю старшая сестра, как у нас. Удивляться, как еще Павел расположил его к обрезанию. Иудеи никак не решились бы слушать Слово Божие от необрезанного. Павел обрезал Тимофея для того, чтобы уничтожить обрезание. Он не поддерживал обрезание, а хотел выполнить величайшую и всем апостолам приятную задачу. Потому что если бы Тимофей не был обрезан, и в то же время был бы учителем иудеев, то все отшатнулись бы от него. Если же иудеи так сильно обвиняли Павла за Трофима Эфесского, так как думали, что Павел ввел его в храм, а он был из зеленов, то что пришлось бы перенести самому Павлу, если бы при нем находился учителем человек необрезанный? Он оправдан и в именении апостолов, и говорит в храме об исполнении этого оправдания. Все он делал ради спасения иудеев. Пожалуй, можно указать, что и Петр прикрывался личиной иудейства. И это нисколько не вредило апостолам. А напротив, что иудеи имели таких учителей, которые, по их мнению, соблюдали закон, послужило поводом к их обращению и началом их веры во Христа. Комментарий Игнатия Лапкина. Блаженный феофилак легко и привычно пользуется теми же словами, что и святые апостолы. Евангельский путь, евангельская вера. Сегодняшние православные не только не знают этих слов, но прямо-таки воюют против них. Считая их сектантскими, еретическими, а того, кто их произносит, впавшим в прелесть. И это от того, что сами не знают евангельского пути. Если бы просто не знали, то были бы не евангельскими христианами. А так как воюют против, то статус понижается и делает их антиевангельскими. Четвертый, двенадцатый стихи. Проходя же по городам, они придавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены духом святым проповедовать слово Васии. Дойдя до миссии, предпринимали идти и в Вифинию, но дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Трааду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После всего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Итак, отправившись из Траады, мы прямо прибыли в Самофракию. А на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. Толкование. Почему воспрещено было им проповедовать в Азии? Об этом не говорит. Но о том, что воспрещено было, это им сказал, научая этим нас повиноваться и не требовать отчета, и показывая, что они часто действовали и по-человечески. Дух запрещает апостолам проповедовать в Азии и Вейфинии, так как предвидел, что тамошними жителями овладеет ересь духоборцев. Уже не через ангела, как Филипп и Корнилий, но в Идении получает откровение Павел более человеческим уже образом, где легко убедить там, так более человеческим образом, а где требуется больше усилия, там откровение бывает в форме более божественной. Нужно заметить, что в этих городах с Павлом был и Лука. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Феотир именем Лидии, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашней ее, то просила нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дому и живите у меня». И убедила нас. Толкование. Это случилось более потому, что там по причине малочисленности иудеев не было синагоги, и особенно набожные из них тайно собирались вне города при реке. Как народ более плотской, иудеи там, где не было синагоги, молились и вне ее, определяя для этого какое-либо место. Молились и по субботам, когда обыкновенно собирался и народу. Как любомудра жена сначала сама засвидетельствовала, что Бог призвал ее. Эта женщина простая, и по ремеслу говорится, парафиропродавница. То есть она продавала материи, окрашенные в пурпур. Идея писателя не стыдится упомянуть о ее ремесле. Не сказала, если вы увидели, что я великая женщина, или что я благочестивая женщина. Но говорит, если вы признали меня верную Господу, если Господу, то тем более вам. Не просто просила их к себе в дом, но предоставила дело на их волю, хотя и сильно наставила на своем желании. Стих 16, 21. Случилось то, когда мы вошли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом, и за нами она кричала, говоря, «Сею человеки рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла из силы и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, «Сеи люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять!» Толкование. Что это за демон? Называйте его по месту Богом Пифоном. Он хотел ввести апостола в искушение. Иначе это та женщина Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвигнув ноги и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножником, проникал в нее и приводил ее в иступление. Тогда она приходила в бешенство и спускала изо рта пену и в состоянии такого иступления произносила бессвязные слова. «О дух нечистый! Если ты знаешь, что они посвящают путь спасения, то почему не удаляешься от их?» Быв возбужден и взволнован, Павел заградил ею ста, хотя она говорила и истину. Он научает нас не допускать к себе демонов, хотя бы они принимали вид, что защищает истину, но преграждать им всякий под соблазну и не слушать ничего, что они говорят. «Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обольстил бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз только не принял, а отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из-за траковицы. Итак, дух действовал коварно, Павел же разумно, везде виной злоденьги. В видах обогащения господа траковицы желали, чтобы она одержима была бесом. Посмотри, они и демона не хотят знать, но поглощены одной из своих страстью, сребролюбием. Демон говорил, что они возвещают нам путь спасения, а господа траковицы говорят, что они завещают обычаи, которых не следует принимать. Деяние, 16 глава, 22, 34 стих. Нароль также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вергнул их во внутреннюю темницу, и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Ученики же слушали их. Узники. Узники. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так, что поколебалось основание темницы. Точно отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч, и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу, и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веря в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Толкование. «Творить чудеса и учить было делом Павла, а в опасностях принимал участие с ним и сила. Примик сведения, что и демоны знают о том, что распятый Иисус и есть Вышний Бог, а Павел раб его, что сам он утверждал, говоря, «Павел, раб Иисус Христов» в Римлянам 1.1. «Темничный сторож пробудился, и отворились двери, так что случившееся изумило его. Но узники не видели этого, иначе все они бежали бы. А чтобы сторожу не показалось, что это случилось само собой, последовало вслед за землетрясением и то, что двери отворились, свидетельствуя ему о необычайности этого явления. «Верой во Господа Иисуса Христа и спасешься ты и весь дом твой». И в темнице не давал себе покоя Павел, и тут он привлек к себе темничного стража и совершил это прекрасное пленение. Страш ему раны, а сам омыт был от грехов и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Господа Бога, хотя ничего не получил, кроме благих слов и благих надежд. Комментарий Игнатия Лапкина. Учить было делом Павла, что же сегодня является общим делом церкви и особенно священнослужителей. Люди знают слово «литургия», но помнят ли и знают ли, что литургия означает «общее дело» и что этим словом пользовались при кораблестроении. Корабль одному не построить, и как удачно святые отцы воспользовались этим известным для приморских жителей словом. Жизнь наша есть в море. Церковь – корабль, а дело, и при том общее дело, это созидание святых, наполнение церкви – корабля, а это возможно только через проповедь. Вся жизнь наша должна быть живой литургией, живой проповедью о воскресшем Христе, словом и самой жизнью. Павел был кормщим, учить было делом Павла. В этом кораблестроении, начиная со Христа, должны участвовать все, то есть быть благовестниками любви Божией, и учить не знающих о спасении, свидетельствовать людям о пролитой Христом крови. Это должно быть делом каждого христианина. Стихи 35-40 Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать отпустить их людей. Темничный страж объявила всем Павлу, воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром. Но Павел сказал к ним, нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сам не выведут нас. Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились перед ними, и выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии, и, увидев братьев, поучали их, и отправились в толкование. И после того, как приказали воеводы, Павел не выходит из темницы. Но в назидании Лидии парфиропродавницы и других устрашает воевод, чтобы не подумали, что они освобождены по чьей-либо просьбе. А он даже обвиняет воевод в том, что они публично били их, их ни в чем не обвиненных, и при том римских граждан. Видишь, часто поступали они так, как свойственно обыкновенным людям. Высказал же Павел этот, то есть то, что они римские граждане, и ни в чем не обвинены, для того, чтобы не показалось, что его освобождают, а как человека вредного, и в чем-либо обвиненного. Что же касается темничного стража, так это Стефан, о котором упоминает Павел в первом послании Коринфяна, когда говорит, крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. 1 Коринфянам 1.16 Не следовало оставлять в состоянии беспокойства и заботы жену, которая оказала им гостеприимство, и они, несмотря на побуждение воевод, не хотели удалиться. Не посетив простой женщины и других лиц, которых они называли братьями. О, сколь велики их смирение и любовь! Глава 17. Пройдя через Амфиополь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, штучих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверившие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались с толпой и возмущали город, и приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Но сии, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. Толкование. Небольшие города проходят мимо и спешат большие, так как из последних Слово Божие должно было распространяться по ближним городам. Павел не оставлял и иудеев, потому что очень сожалел о них. Прежде всего, проповедует о страдании, так как признавал это спасительным. Еленам называют иудеев, говоривших по-гречески. Называют их благочестивыми, потому что они соблюдали закон, или же, разумеет, причисленных к иудеям пришельцев из еленов. Точно так же и Иисус обвиняли отцы, их говоря, что царем себя называют. Но те имели хотя несколько правдоподобный предлог, так как обвиняемый был еще жив. А эти на что рассчитывали свои лжи, когда говорили об апостолах, что они называют царем Иисуса, который, по их мнению, умер, и бояться которого земным царям было уже нечего, так как они видели, что он вовсе уже не появлялся. Комментарий Игнатия Лапкина. Задача каждой епархии, каждого архиерея, находящегося в большом городе, должна состоять единственно в том, в чем состояло и дело апостолов. Слово Божие должно распространяться по ближним городам. Если бы эта апостольская миссия выполнялась сегодня, при условии, что священник и дьяконы были бы воистину покаявшимися и возрожденными, то сектантам и еретикам пришлось бы уменьшиться числом. В действительности же дело обстоит так. Архиерей отмеряет районный центр и входящий в район села и назначает благочинного. Благочинный своим сопастырем отмеряет несколько деревень. Вот, идите и организовывайте приходы. Этим кормитесь и собирайте для епархии деньги. Не получается религия без духа и мертвый остается мертвым. Это действительность сегодняшних дней. А нужно было бы при рукоположении произносить, давая указ, слово Божие должно распространяться по ближним селам через вас. Эти слова должны быть руководством для архиерея, когда он означает благочинных. Слово Божие должно распространяться через вас. Благочинные направляя подчиненных им священников должны многократно повторять им Слово Божие должно распространяться через вас. Священники на каждой исповеди должны вопрошать не только о грехах грубых, плотских, о блуде, воростве, абортах и пьянстве, но и спрашивать любите ли ближних, проповедуйте ли им Слово Божие. Если кто не благовествует о любви Христовой, о голговской жертве Спасителя, считать это великим грехом и не допускать допричащения, и каждому прихожанину постоянно внушать, Слово Божие должно распространяться через всех нас. 10-15 Братья же немедленно ночью отправили Павла и силу верию, куда они прибыв пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и зеленских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что иверии проповедано под Павлом слово Божие, то пришли туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. А силы Тимофей оставались там. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, и получил приказание к силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. Толкование Исследовали Писание не как не верующие, потому что они уже уверовали, но как не знавшие пророческих преданий. Исследуя Писание и находя, что события, касавшиеся воплощения Господня согласуются со словами древних пророков, они через это еще более укреплялись в вере. Избегали опасности апостолы не из боязни, а по Божьему внушению, потому что в этот, например, раз они перестали уже проповедовать и более уже не раздражали врагов. Из того же, что Павел удалился, вышла двоякая польза, и гнев врагов угасал, и проповедование распространялось далее. А что касается того, что посылают одного Павла, так это потому, что за него только боялись, чтобы не случилось что-нибудь, так как он был во главе. Таким образом, не всегда благодать содействовала им, но предоставляла их и себе самим, так как бы пробуждая их, то вергая в заботы. Комментарий Игнатия Лапкина. Вот еще выражение совершенно неприемлемое на слух современного православного. Какое-то исследование для чего? У нас и так все ясно. Есть батюшка, есть владыка, есть храм, есть богослужение, что еще надо? Какое исследование? А при том исследование Писания, это все баптистские происки. И неужели Бог потерпит и не накажет и не отвергнет тех, кто учил вопреки Слову Божию и не любит этого Слова? Исайя 1.5 Во что бить вас еще, продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. 16-21 стихи В ожидании их в Афинах Павел восмутился духом при виде этого города полного идолов. И так он рассуждал в синагоге с аудеями и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним. И одни заговорили, что хочет сказать этот отцу и слов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения и взяв его привели в Ариопак и говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение проповедуемое тобою? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что это такое? Афиняне же все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Толкование. Разумеется, здесь не гнев, потому что дар благодати далек от гнева и негодования. Был возбужден, не мог сносить, тревожился. Эпикурейцы говорили, что все существует без божественного промысла. Философы не смеялись над ним, когда он говорил это, потому что они и не понимали ничего из того, что говорилось. Да и как могли понимать апостола люди, видевшие Бога в теле, а блаженство в плотских удовольствиях? Думали, будто под воскресением он разумеет какую-то богиню, так как и женщин некоторых почитали за богинь. Не с тем, чтобы научиться от него, но с тем, чтобы наказать его. вели его на то место, где производится суд над убийцами. Ареапагом или Ареевым Марсовым холмом называлось это место, потому что здесь Арей или Марс был наказан за прелюбодеяние. Пагом же называлось возвышенное место, так как судилище это находилось на холме. Следует заметить, что философы эти, хотя все время проводили беседах и слушания других, считали однако же сообщаемое Павлом новостью, которую они еще не слыхали. Если бы он сопроповедовал, что распят человек, то слово его было бы не новостью, а так как он говорил, что был распят и восстал Бог, то говорил действительно новое. 22-29 стихи. И став Павел среди ариопага сказал, Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом неба и земли, в неврукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам, дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Толкование Представляется, что апостол как бы хвалит их, а назвал их так по поводу капища. Капище же поставлено было ими по следующей причине. Однажды афинян вспыхнула война с неприятелями, потерпев поражение, они удалились, и так как у них было в обычае праздновать игры в честь демонов, то один из демонов явился к ним и сказал, что он не видел еще от них никакой себе почести, поэтому он осердился на них и был причиной этого их поражения. Этому демону они построили храм, и как бы из опасения, что бы и еще когда-нибудь не случилось с ними того же, если они обойдут какого-либо неведомого имя Бога, поставили капище с надписью неведомому Богу, говоря этим, что если есть еще какой-либо иной Бог, которого они не знают, то пусть капище это будет посвящено в честь Его. Быть может он милостью будет к нам, хотя мы не почитаем Его, так как не знаем. Полная же надпись на капище была следующая. Богам Азии и Европы и Ливии, Богу неведомому и чужому. Не чужому. Чуждому. Виноват. Нашел в городе не книгу божественную, а стоявшее капище и, воспользовавшись надписью на капище, разрушил самое капище. Да что же и оставалось ему делать? Элины все были неверующими. Если бы он стал беседовать с ними на основании евангельского учения, они стали бы смеяться над ним, если бы на основании пророков не имели бы доверия к нему. но оружие неприятеля покорил его же оружием. Вот это и есть то, что он говорит, с беззаконными был как беззаконный. Увидел капище и надпись на нем обратил свою пользу. А что еще важнее, так это то, что он изменил мнение афинян. Кто же был этот неведомый Бог, как не Христос? Итак, афиняне написали это во имя Христа? Если бы они написали это во имя Христа, то успех Павла в их обращении не предоставлял бы ничего удивительного. Нет, они написали это с иной целью, а Павел сумел преподать надписи в совершенно новое значение. Но следует сказать, ради какого Бога они написали? Неведомому Богу. Много было у них богов, и своих, и чужих. об одних из них они получили сведение от матерей, а других от соседних народов. Итак, так как сначала не все боги сразу были приняты ими, а ободились мало по малому, одни их отцами, другие дедами, а иные уже в их время, то собравшись вместе, они сказали, как этих богов прежде мы не знали, а потом впоследствии узнали их, так быть может есть и еще какой-либо бог, которого мы не знаем, а так как не знаем его, хотя он и бог, то делаем ошибку, пренебрегая им и не почитая его. Поэтому они поставили капище и сделали в нем надпись «неведомому богу», говоря этой надписью, что если еще есть какой-либо иной бог, которого мы не знаем, так и его мы будем чтить. Обратив внимание на избыток бессобоязненности, вы почитаете не только тех демонов, которые вам известны, но и тех, которых вы не знали, не узнали, и пленивых умы направил их умственные взоры на Христа. Афиняне намеревались обвинить Павла, говоря, «Ты вводишь новое учение, вводишь Бога, которого мы не знаем, поэтому желая освободиться от подозрений и показать, что он проповедует не нового Бога, но того, которого они прежде него почтили уже служением, говорит, «Вы предупредили меня, ваше служение ему упередило мою проповедь, потому что я возвещаю вам того Бога, которого вы почитаете, не зная». Сказал одно слово и подорвал все положение философов. Эпикурейцы утверждают, что все произошло само собою и из атомов, а он говорит, что мир и все, что в нем дело Божие. Чтобы не думали, что проповедуется один из многих их богов, Павел исправляет сказанное присовокупляя, в неврукотворенных храмах живет, но в человеческой душе. Итак, что же, он не жил в Иерусалимском храме? Да, не жил, но действовал. Как при содействии рук? Не при содействии рук, но мыслью, потому что он не требовал чувственного, как бы нуждаясь в этом. Два доказательства божественности, именно, что Бог ни в чем не нуждается и всем дарует все. Но здесь же Павел показывает и то, что Бог не отец, а творец души. Павел показывает, что и не отыскав Господа они обрели его, а так как отыскивая его, они не находили, то он показывает так же, что Господь так очевиден, как какой-нибудь предмет, рассматриваемый на видном месте. Потому что невозможно, чтобы небо было здесь, а в другом месте его не было. Невозможно так же, чтобы оно было в это время, а в другое нет. И так во всякое время и во всяком месте можно обрести Господа. Бог так устроил, что мы не встречаем препятствия в этом ни со стороны места, ни со стороны времени. То, что небо находится везде и установлено на все времена, особенность сильно действовала на слушателей. Господь так близок к нам, говорит апостол, что без него невозможно жить. Близость Господа доказывает посредством чувственного примера. Невозможно, не знать, что воздух разлит всюду и находится не только близь каждого из нас, но и в нас самих. То, что мы от Бога получили жизнь, что действуем и не погибаем, все это называет промышлением и попечением Божьим о нас. Один мудрец Арат сказал о Зевсе, мы его и род. И апостол говорит это о Творце, не утверждая, что Творец и Зевс одно и то же, да не будет, но прилагает это выражение собственно к Творцу, как и жертвенник назвал жертвенником Творца, а не того, кого чтили Афиняне. Назвал нас родом Божиим, то есть самыми близкими родственниками, так как от нашего рода Бог благоволил на земле родиться. Заметь, как внес в свою речь предмет сверхчувственный, потому что с представлением о теле мы соединяем и представление расстояний. Все. Субтитры